Именно по этому хребту пустили все канатные дороги. Почему выбрали этот хребет? Во-первых, полонки, удобно прокладывать дороги. Во-вторых, он идет параллельно главному кавказскому хребту. Вот этот хребет, вот это главный кавказский хребет. Почему называют Муса-Читары? Переводится как «плач Мусы». Рассказывают легенду, что вор Муса угнал Атару овец, загнал по пологому склону. За ними, естественно, погоню послали. Он уже решил подсчитывать доход, а посмотрел, а южный склон обрывистый. Идеться ему некуда, он сел и заплакал. И называют хребет Муса-Читары. В 30-х годах появились первые гугельные подъемники, и уже в 60-х годах появилась в первую очередь канатная дорога. Ну, теперь по вершинкам. Вот, смотрите, самая главная вершина Дамбая. Это высшая точка Абхазии. Прямо за этой вершинке, противоположной стороны, все располагается Абхазия. Это Дамбая, теперь Дамбай, Кюль, что означает высота 4046 метров над уровнем моря, означает джемплит. Дальше. Остренькая вершинка, это Пикенес. Будете приобретать магнитики на сувениры, но почти на каждом магните это вершинка. Это символ Дамбая. Пикенес, карачайская, перевозь как игла. Дальше, видите, много снега, да, на самом деле это ледник. Это вершина Джугутур-Лучат и ледник Джугутур-Лучат. Ледник тает, испадает водопад Джугутур-Лучат, так его называют. В переводе означает место обитания туров. Не является самым высоким по высоте падения, 20 метров всего лишь, но является самым знаменитым, потому что даже самый ленивый турист видит ее из кресла в канатной дороге, сидя в кафе, то есть ее очень хорошо видно, поэтому считается самым знаменитым. Прямо напротив меня ответственная скала, это Пикти Атлан. Как рассказывают, что никогда здесь побывала трупа одного из московских мест, я хочу, чтобы показала, что не получилось легко покорить. Забраться они на нее, забрались, а спуститься не могут. Стали махать руками, просить о помощи, а все думают, что они приветствуют. Помахали и пошли дальше. Час люди машут, два машут, в итоге поняли, что люди попали в беду, нужно снимать. Оттуда их сняли, и памятой о них назвали Пикти Атлан. Ну, возможно, это всего лишь байка, и не соответствует действительности. И дальше остренькие, остренькая вершинка похожа на клуб. Назвают зуб Суфруджу. А за ней вершина, двухвершинная, чем-то напоминает издали Эльбрус. Это сама Суфруджу. Еще одна остренькая скала, присмотритесь, белые полосочки. Называется она Белалакая, и так переводится полосатая скала. Вот эти белые полосы, это полосы кварца. Дальше пошли ряд вершин, пик австрийского комсомола, германского комсомола, ну, в общем, ничем не примечательный. И вот теперь смотрите, прямо напротив меня, вытянутая гряда. Проявите фантазию. Представьте девушку, которая лежит на спине с вытянутыми ногами. Вы посмотрите, волосы, лоб, нос, подбородок, руки вот так на груди, и вытянутые ноги. Увидели? Называют эту вершину Сулахат. Или по-другому красавица. Сулахат или спящая красавица. Рассказывают легенду у ее ног. Посмотрите, еще много снега. Видите, это ледник Алибек. Испадает река Алибек. Начинается из-под ледника. И считается, что там, где находится ледник Алибек, стали приходить сюда пустошающие ветра. Здесь проживали нарты. Стал гибнуть урожай. Люди стали погибать от голода. И тогда красавица Сулахат не смогла перенести участь своего народа. Ночью ушла, мысленно повращавшись со всеми родными. Легла поперек, преграждая своим телом ветра. И окаменела. И с тех пор люди так и называют ее спящая красавица или красавица Сулахат. Прямо напротив нас еще одна вершина. Это вершина Семенов Башин. По имени в честь логеографа, путешественника. Видите, еще под...